Я читаю книгу Откровения святого Иоанна Богослова Глава первая Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Его через ангела Своего, рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел. Блажен, читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава, во веки веков, аминь. Все грядет с облаками, и увидит Его всякий глаз, и те, которые пронзили Его, и возрыдают перед Ним все племена земные, ей аминь. Я есмь алфа и омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет Вседержитель. Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есмь алфа и омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Феатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и оч его, как пламень огненный. И ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в руке своей семь звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего. Тайна семи звезд, которые ты видел, в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. Откровение, глава вторая Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты упал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. И ангелу Смирнской церкви напиши. Так говорит первый и последний, который был мертв и вот жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви напиши. Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу, покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. И ангелу феотирской церкви напиши, так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобный Халкаливану, знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавеле, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр, и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в феотире, которые не держатся сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего. И дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо слышать, да слышать, что дух говорит церквам. Откровение, глава третья И ангелу сардийской церкви напиши, так, говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды. И не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. И ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо дослышит, что дух говорит церквам. И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церква. Откровение, глава, четвертая. После этого я взглянул, и вот дверь отверстта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тот час я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которая суть семь духов Божьих. И перед престолом море стеклянное, подобное к кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное, подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное, подобно орлу летящему. И каждая из четырех животных имела по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь, и благодарение сидящему на престоле живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение Глава пятая И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь! Вот лев от колена Иудина, корень Давидов победил и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей». И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы заклонный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять из нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин агнец заклонный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле, и агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре агнца говорили «Аминь», и двадцать четыре старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение, глава, шестая. И я видел, что агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом, «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящие «Иди и смотри!» И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящие «Иди и смотри!» Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру, в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс хлебшеницы, задинарий!» И три хиникса ячменя, задинарий, елея же и вина не повреждай! И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри!» И я взглянул, «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть!» И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умершлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убьенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Да коль владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как влосяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров двинулись с мест своих, и цариземные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры, и ущелья гор, и говорят горам, и камням, падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Откровение, глава седьмая. И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, и видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных, запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч, из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Осирова запечатлено двенадцать тысяч, из колена Нефалимова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, Из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч, Из колена Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, Которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов, И языков стояло пред престолом, и перед Агнцем в белых одеждах, И с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, Говоря о спасении Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, И пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря, Аминь, благословение и слава, и премудрость, и благодарение, И честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И начав речь, один из старцев спросил меня, Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли, Я сказал ему, Ты знаешь, господин, и он сказал мне, Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога И служат Ему день и ночь в храме Его, И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, И не будет палить их солнце и никакой зной, Ибо Агнец, который среди престола, Будет пасти их и водить их на живые источники вод, И отрет Бог всякую слезу сочей их. Книга Откровения, глава восьмая И когда он снял седьмую печать, Сделалось безмолвие на небе, Как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, И дано им семь труб. И пришел иной ангел, И стал перед жертвенником, Держа золотую кадильницу, И дано было ему множество фемиама, Чтобы он с молитвами всех святых Возложил его на золотой жертвенник, Который перед престолом. И вознесся дым фемиама С молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу И наполнил ее огнем с жертвенника, И поверг на землю, И произошли голоса и громы, И молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, Приготовились трубить. Первый ангел вострубил, И сделались град и огонь, Смешанные с кровью, И пали на землю, И третья часть деревьев сгорела, И вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, И как бы большая гора, Пылающая огнем, Низверглась в море, И третья часть моря Сделалась кровью, И умерла третья часть Одушевленных тварей, Живущих в море, И третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, И упала с неба большая звезда, Горящая подобно светильнику, И пала на третью часть рек, И на источники вод. И имя сей звезде Полынь, И третья часть вод Сделалась полынью, И многие из людей Умерли от вод, Потому что они Стали горькими. Четвертый ангел вострубил, И поражена была Третья часть солнца, И третья часть луны, И третья часть звезд, Так что затмилась Третья часть их, И третья часть дня Не светла была, Так, как и ночи. И видел я, И слышал одного ангела, Летящего посреди неба И говорящего громким голосом, Горе, 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 живущим на земле От остальных трубных голосов Трех ангелов, Которые будут трубить. Откровение, Глава девятая. Пятый ангел вострубил, И я увидел звезду, Падшую с неба на землю, И дан был ей ключ От колодезя бездны. Она отворила колодезь бездны, И вышел дым из колодезя, Как дым из большой печи, И помрачилось солнце И воздух от дыма Из колодезя. И из дыма вышла саранча На землю, И дана была ей власть, Какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, Чтобы не делала вреда Траве земной И никакой зелени, И никакому дереву, А только одним людям, Которые не имеют печати Божией На челах своих. И дана ей не убивать их, А только мучить пять месяцев, И мучение от нее подобно Мучению от скорпиона, Когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, Но не найдут ее. Пожелают умереть, Но смерть убежит от них. По виду своему саранча Была подобно коням, Приготовленным на войну, И на головах у нее Как бы венцы, Похожие на золотые, Лица же ее, Как лица человеческие. И волосы у нее, Как волосы у женщин, А зубы у нее были, Как у львов. На ней были брони, Как бы брони железные, А шум от крыльев ее, Как стук от колесниц, Когда множество коней Бежит на войну. У нее были хвосты, Как у скорпионов, И в хвостах ее Были жало. Власть же ее была Вредить людям Пять месяцев. Царем над собою Имела она ангела бездны, Имя ему по-еврейски Авадон, А по-гречески Аполлеон. Одно горе прошло, Вот идут за ним Еще два горя. Шестой ангел вострубил, И я услышал один голос От четырех рогов Золотого жертвенника, Стоящего перед Богом, Говоривший шестому ангелу, Имевшему трубу, Освободи четырех ангелов, Связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были Четыре ангела, Приготовленные на час, И день, И месяц, И год, Для того, Чтобы умертвить Третью часть людей. Число конного войска Было две тьмы тем, И я слышал число его. Так видел я В видении коней И на них всадников, Которые имели на себе Броне огненные, Геоцинтовые и серные, Голову у коней, Как голову у львов, И изо рта их выходил огонь, Дым и сера. От этих трех язв, От огня, Дыма и серы, Выходящих изо рта их, Умерла третья часть людей. Ибо сила коней Заключалась во рту их И в хвостах их, А хвосты их были подобны Змеям и имели головы, И ими они вредили. Прочие же люди, Которые не умерли От этих язв, Не раскаялись В делах рук своих, Так, чтобы не поклоняться Бесам и золотым, Серебряным, Медным, Каменным и деревянным Идолам, Которые не могут Не видеть, Не слышать, Не ходить. И не раскаялись Они в убийствах своих, Не в чародействах своих, Не в блудодеянии своем, Не в воровстве своем. Книга Откровения, Глава десятая И видел я другого ангела, Сильного, Сходящего с неба, Облеченного облаком. Над головой его была радуга, И лицо его, Как солнце, И ноги его, Как столпы огненные. В руке у него была Книжка раскрытая, И поставил он Правую ногу свою на море, А левую на землю, И воскликнул громким голосом, Как рыкает лев, И когда он воскликнул, Тогда семь громов Проговорили голосами своими. И когда семь громов Проговорили голосами своими, Я хотел было писать, Но услышал голос С неба, Говорящий мне, Скрой, Что говорили семь громов, И не пишись его. И ангел, Которого я видел Стоящим на море И на земле, Поднял руку свою к небу, И клялся, Живущим во веки веков, Который сотворил небо И все, что на нем, Землю и все, что на ней, И море, И все, что в нем, Что времени уже не будет. Но в те дни, Когда возгласит седьмой ангел, Когда он вострубит, Совершится тайна Божия, Как он благовествовал Рабам своим пророкам. И голос, Который я слышал с неба, Опять стал говорить со мною И сказал, Пойди, Возьми раскрытую книжку Из руки ангела, Стоящего на море И на земле. И я пошел к ангелу И сказал ему, Дай мне книжку. Он сказал мне, Возьми И съешь ее. Она будет горька Во чреве твоем, Но в устах твоих Будет сладка, Как мед. И взял я книгу Из руки ангела И съел ее. И она в устах моих Была сладкой, Как мед. Когда же съел ее, То горько стало Во чреве моем. И сказал он мне, Тебе надлежит Опять пророчествовать О народах И племенах, И языках, И царях многих. Откровение, Глава одиннадцатая. И дана мне трость, Подобная же злу, И сказано, Встань И измерь Храм Божий И жертвенник, И поклоняющихся в нем, А внешний двор храма Исключи И не измеряй его, Ибо он Дан язычникам. Они будут попирать Святой город Сорок два месяца. И дам Двум свидетелям Моим, И они будут Пророчествовать Тысячу двести шестьдесят Дней, Будучи Обличены Во вретище. Это суть Две маслины И два светильника, Стоящие Пред Богом земли. И если Кто захочет Их обидеть, То огонь Выйдет из уст Их И пожрет Врагов их. И если Кто захочет Их обидеть, Тому надлежит Быть убиту. Они имеют Власть Затворить небо, Чтобы не шел Дождь на землю Во дни Пророчествования Их, И имеют Власть Над водами Превращать Их В кровь И поражать Землю Всякой Язвою, Когда только Захотят. И когда Кончат Они Свидетельство Свое, Зверь, Выходящий Из бездны, Сразится С ними И победит Их И убьет Их И трупы Их Оставит На улице Великого Города, Который Духовно Называется Содом И Египет, Где И Господь Наш Распят. И многие Из народов И колен И языков И племен Будут Смотреть На трупы Их Три дня С половиною И не позволят Положить Трупы Их Во гробы. И Живущие На земле Будут Радоваться Этому И веселиться И пошлют Дары Друг Другу, Потому что Два Пророка Этих Мучили Живущих На земле. Но После Трех Дней С половиною Вошел В них Дух Жизни От Бога, И они Оба Стали На ноги Свои, И великий Страх Напал На тех, Которые Смотрели На них. И Услышали Они С неба Громкий Голос, Говоривший Им, Взойдите Сюда. И Они Взошли На небо На облаке И Смотрели На них Враги Их. И В тот же Час Произошло Великое Землетрясение, И Десятая Часть Города Пала, И Погибло При Землетрясении Сем Тысяч Имен Человеческих, И Прочие Объяты Были Страхом, И Воздали Славу Богу Небесному. Второе Горе Пришло, Прошло, Вот Идет Скоро Третье Горе. Седьмой Ангел Вострубил, И Раздались На небе Громкие Голоса, Говорящие, Царство Мира Сделалось Царством Господа Нашего И Христа Его, И Будет Царствовать Во Веки Веков. И Двадцать Четыре Старца, Сидящие Перед Богом На Престолах Своих, Пали На лица Свои И поклонились Богу, Говоря, Благодарим Тебя, Господи Божий Вседержитель, Который Есть И Был И Грядешь, Что Ты Принял Силу Твою Великую И Воцарился. И Рассверепели Язычники, И Пришел Гнев Твой И Время Судить Мертвых, И Дать Возмездие Рабам Твоим Пророкам И Святым, И Боящимся Имени Твоего Малым И Великим, И Погубить Губивших Землю. И Открылся Храм Божий На Небе, И Явился Ковчег Завета Его В Храме Его, И Произошли Молнии, И Голоса, И Громы, И Землетрясения, И Великий Град. Откровение Глава Двенадцатая И Явилось На Небе Великое Знамение, Жена, Облеченная В Солнце. Под Ногами Ее Луна, А На Голове Ее Венец Из Двенадцати Звезд. Она Имела Во Чреве И Кричала От Болей И Мук Рождения. И Другое Знамение Явилось На Небе. Вот Большой Красный Дракон С Семью Головами И Десятью Рогами, И На Головах Его Семь Диадим. Хвост Его Увлек С Неба Третью Часть Звезд И Поверх И На Землю. Дракон Этот Стал Перед Женою, Которой Надлежало Родить, Дабы Когда Она Родит Пожрать Ее Младенца. И Родила Она Младенца Мужского Пола, Которому Надлежит Пости Все Народы Жезлом Железным, И Восхищено Было Дитя Ее К Богу И Престолу Его. А Жена Убежала В Пустыню, Где Приготовлено Было Для Нее Место От Бога, Чтобы Питали Ее Там Тысячу Двести Шестьдесят Дней. И Произошла На Небе Война, Михаил И Ангелы Его Воевали Против Дракона, И Дракон, И Ангелы Его Воевали Против Них, Но Не Устояли, И Не Нашлось Уже Для Них Мест На Небе, И Низвержен Был Великий Дракон, Древний Змей, Называемый Дьяволом И Сатаною, Обольщающий Всю Вселенную, Низвержен На Землю, И Ангелы Его Повержены С Ним. И Услышал Я Громкий Голос, Говорящий На Небе, Ныне Настало Спасение И Сила, И Царство Бога Нашего, И Власть Христа Его, Потому Что Низвержен Клеветник Братьев Наших, Клеветавший На Них Перед Богом Нашим День И Ночь. Они Победили Его Кровью Агнца, И Словом Свидетельства Своего, И Не Возлюбили Души Своей Даже До Смерти. Итак, Веселитесь, Небеса, И Обитающие На Них, Горе Живущим На Земле И На Море, Потому Что К Вам Сошел Дьявол В Сильной Ярости, Зная, Что Немного Ему Остается Времени. Когда Же Дракон Увидел, Что Низвержен На Землю, Начал Преследовать Жену, Которая Родила Младенца Мужского Пола. И Даны Были Жене Два Крыла Большого Орла, Чтобы Она Летела В Пустыню В свое Место От Лица Змея, И Там Питалась Продолжение Времени, Времен И Пол Времени. И Пустил Змей Из Пасти Своей Вслед Жены Воду, Как Реку, Дабы Увлечь Ее Рекою, Но Земля Помогла Жене, И Разверзла Земля Уста Свои, И Поглотила Реку, Которую Пустил Дракон Из Пасти Своей, И Рассверепел Дракон На Жену, И Пошел, Чтобы Вступить В Брань С Прочими От Семени Ее, Сохраняющими Заповеди Божии И И И И И Свидетельство Иисуса Христа Откровение Глава Тринадцатая И Стал Я На Песке Морском И Увидел Выходящего Из Моря Зверя Семью Головами И Десятью Рогами На Рогах Его Было Десять Диодим А На Головах Его Имена Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И удивлялась вся земля, следя за зверем. И поклонились дракону, который дал власть зверю. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю этому, и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И открыл он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилища его и живущих на небе. И дана была ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом и языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, заклонного от создания мира. Кто имеет ухо, да слышит. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные Агнчим, и говорил, как дракон, он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. И чудесами, которые дана было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят шесть. Откровение, глава четырнадцатая И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя отца его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома, и услышал голос, как бы гуслиста, выиграющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песнь перед престолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться этой песне, кроме всех ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не сквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства. Они непорочны перед престолом Божиим. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря, пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. И дым мучений будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и веру в Иисуса. И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут след за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный сыну человеческому, на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. — Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, — Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь источила даже до узд конских на тысячу шестьсот стадий. Откровение, глава пятнадцатая И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, Великие и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после этого я взглянул, и вот открылся храм с кинией свидетельства на земле, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Откровение, глава, шестнадцатая И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, — Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил, — Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего, — Ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и жёг людей сильный зной. И они хулили имя Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих, и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка трёх духов нечистых, подобных жабам. Это бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Все иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его, и он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий, совершилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало до тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое! И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град, величиною в талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжелая. Книга Откровения, глава семнадцатая И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, — Подойди, я покажу тебе суд над великою блудницею, сидящую на водах многих. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее, и на челе ее написано имя, Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим. И сказал мне ангел, что ты дивишься, я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и десять рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле имена, которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов, суть семь гор, на которых сидит жена. И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был, а которого нет, есть восьмой. И из числа семи и пойдет в погибель. И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с агнцем, и агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и царь царей, и те, которые с ним, суть званные и избранные и верные. И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы и племена и языки. И десять рогов, которые ты видел на звери, сие возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божьи. Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. После этого я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горести. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают они цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее, и говоря, Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой. И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и вессона, и порфиры, и шелка, и баграницы, и всякого благовонного дерева, И всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, И муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру, и баграницу, украшенный золотом и камнями драгоценными, и жемчугом, и в один час погибло твое богатство, И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, встали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе, Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы, И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле. Откровение, глава девятнадцатая После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил, Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, Ибо истинны и праведны суды Его, Потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодеянием Своим, И взыскал кровь рабов Своих от руки Ее, И вторично сказали, Аллилуйя, и дым Ее восходил во веки веков. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, Говоря, Аминь, Аллилуйя! И голос от престола исшел, говорящий, Хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих, Аллилуйя, Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель, возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божьи. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему, но Он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель Тебе и братьям Твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И увидел я отверстое неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Вот, очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя Ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уз же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре Его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». И увидел я зверя и царей земных, и воинства их собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящие серою, а прочие убиты мечом, сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами. Глава двадцатая Книги Откровения И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первым, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним тысячу лет. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Двадцать первая глава книги Откровения И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал, сидящий на престоле, «Се творю все новое», и говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось, я есмь альфа и омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — смарагд, пятое — сардоникс, шестое — сардолик, седьмое — хризолиф, восьмое — верил, девятое — топаз, десятое — хрисопраз, Одиннадцатое — геоцинт, двенадцатое — аметист, а двенадцать ворот — двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни. Откровение, глава двадцать вторая И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и агнца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Сегряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я Иоанн видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Сегряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят «Приди», и слышавший да скажет «Приди», жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит «Ей гряду скоро! Аминь! Ей гряди, Господи Иисусе!» Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами! Аминь!